Окей. Так, ну что, друзья, всем большой привет. Добро пожаловать на наш сегодняшний вебинар. И сегодня, как я думаю, вы уже поняли из названия, мы будем говорить о том, как набрать 30 баллов в части Reading. То есть я буду отвечать на ваши вопросы касаемо этой части, а также мы будем вместе сейчас с вами возьмем одну часть из Toifel как раз Reading и разберем ее все вместе. Пишите мне, у кого есть видео, работает ли видео и звук. И будем тогда начинать. Так, окей. Сейчас, секунду. Давайте я для начала открою, посмотрю, где вы пишете. Так, окей. Хорошо. То есть звук, видео есть. Замечательно. Давайте тогда быстренько будем начинать. Как всегда, начнем с организационных моментов. Если вы хотите задать вопрос, который я точно прочитаю, то тогда лучше задавайте его по ссылочке под видео. Если что, в принципе, я здесь буду тоже смотреть ваше сообщение. Все отлично. Замечательно. Что все слышно. Замечательно. Тогда пишите мне для начала, насколько вы хотите сдать экзамен, какой балл вы хотите получить, а потом будем приступать непосредственно уже к самой части практики. Так. И пишите, в какой секции у вас больше всего проблем. Это тоже будем разбирать. Так. Пока я жду от вас сообщений. Я вам немножко расскажу про свой интенсив, который у меня уже стартовал. И, в принципе, в этот раз у него не будет какого-то непосредственного окончания, поэтому он будет в записи. Так что вы можете подключаться и смотреть. И, кстати, друзья, сегодня мы разбираем с вами только часть чтения, поэтому вопросы приветствуются только относительно части чтения. Про все остальное вы можете либо посмотреть на интенсиве, либо также у нас вот те, кто получают, ну, записываются на интенсив, они могут раз в месяц у нас идет такая трансляция, именно только для тем, закрытая, для участников интенсива. И там, соответственно, в чем смысл в том, что людей очень мало. И я могу отвечать на все ваши конкретные вопросы уже по самому экзамену. То есть, например, если у вас какая-то секция не получается, либо какой-то конкретный вопрос, либо вам нужны дополнительные ресурсы, и, в общем, все конкретные вопросы мы будем отвечать, соответственно, на таких закрытых трансляциях. Поэтому, если вы хотите, у нас как раз завтра. По-моему, да, завтра у нас среда, да. У нас завтра будет закрытая трансляция для интенсива. Поэтому, если вы хотите, вы можете приобрести интенсив сегодня или завтра, и вы тогда еще на нее успеете. То есть, она проводится раз в месяц. Так, смотрю. Окей. 95, 80. Speaking. О, да. Speaking – это прям реально очень сложно. Но в speaking, на самом деле, на что вы можете обратить внимание, это то, какие вот баллы получают люди, которые только что, например, написали. И плюс, какие у них были задания. То есть, опять-таки, в рамках интенсива, что мы делаем, мы как раз тоже завтра буду, наверное, это рассказывать, потому что он у нас в записи. Поэтому я на лекции, скорее всего, буду приводить примеры заданий, которые были у прошлых студентов, у всех предыдущих интенсиверов, и просто у моих студентов. Обязательно, если у вас есть какие-то друзья, знакомые, спрашивайте их, какие были вопросы. Потому что у нас реально было очень много случаев, когда, например, на интенсиве людям попадался... То есть, мы обсуждали какую-то тему в сочинении или в устной части. И на самом экзамене попадался точно такой же вопрос. Поэтому, если у вас есть какие-то знакомые, кто тоже сдает экзамен, то обязательно посмотрите, потому что реально это очень полезный момент. И вы можете заранее прорепетировать. А представляете, если вы заранее прорепетировали ответ, как здорово, вы можете ответить. Так, 100, 100, 100, 115, 120. Угу, 115, супер. Имеет ли смысл тратить на течение текста больше трёх минут? Вот, сейчас хороший вопрос, Руслан, сейчас я об этом всем расскажу. How to speak quickly, и всё, что касается speaking, это на интенсиве. Сегодня у нас с вами тема reading. 88, хотелось бы 110, 120 плюс, скажи, 120 максимальной. Так, ага, супер. Ну что, для любого интенсива или только troffle закрытая трансляция? Нет, смотрите, у нас трансляции есть для всех интенсивов, да? Просто если вы регистрируетесь на интенсиве по Tfomful, то вы, соответственно, можете завтра принять участие. У нас будет, по-моему, в 9 часов вечера по Москве закрытая трансляция. Этот эфир останется, он у нас будет на канале Lingua 3, поэтому если вам интересно или вы сейчас не можете досмотреть, то вы можете посмотреть его потом в записи. Но если будете смотреть записи, то обязательно, вот мы будем сейчас с вами практиковаться, и возьмем прям одну часть и вместе сделаем. И я вам по ходу дела буду сразу объяснять, как с ней правильно работать. Если вы будете смотреть записи, то, пожалуйста, попробуйте ставить на стоп и пытаться самостоятельно сперва продумать, как вы бы ответили на этот вопрос, а уже потом на все остальное смотреть и слушать, что я буду объяснять. У нас, кстати, вот мы сейчас будем делать с вами такую, я бы сказала, practice online, и, похоже, practice мы тоже будем делать на интенсиве, то есть я там чуть больше, просто более подробно все вопросы разберем. Сегодня мы с вами разберем вот первые такие, я бы сказала, наверное, начальные вопросы, которые вам попадутся. Так, ну что, тогда, соответственно, друзья, давайте будем начинать. Первый момент, вот как раз-таки про вопрос, который мне задавали, это то, что, конечно же, не нужно читать текст и тратить на это 3-4 минуты, потому что каждая минута, когда вы делаете секцию reading, достаточно сложная. На что нужно обратить внимание? Смотрите, вы должны представить себе, что вы не должны прочитать весь текст, понять весь смысл текста, ответить на все вопросы и понять каждое слово. Вы должны сфокусироваться на том, что вы как будто бы решаете пазл или какую-то задачу. То есть что это значит? Что вы именно фокусируетесь на том, чтобы ответить на вопрос. Не просто думаете, окей, сейчас я попытаюсь прочитать весь текст, а когда вы читаете весь текст, вы столкнетесь с большим количеством слов, которые вы реально не знаете, которые вас будут путать. Вы начнете волноваться, за счет этого вы будете терять время, а потом вы еще смотрите вопросы и понимаете, что вопросы как-то с текстом не очень-то всегда и связаны. Поэтому начинаем, я думаю, многие это уже знают, с того, что, конечно же, вы читаете вопросы. И я вам сейчас быстро расскажу про стратегию. На мой взгляд, она самая такая удачная. Это стратегия First Question Approach. В чем она заключается? Она заключается в том, что вы начинаете с того, что читаете вопросы. И вроде бы это кажется достаточно просто, но у нее есть пара нюансов. Важные моменты здесь – это знать ключевые слова, как их правильно найти и также, как понять ключевую идею в вопросе. Потому что иногда люди находят ключевые слова в изначальном вопросе, находят точно такие же ключевые слова в тексте, благополучно отмечают и получают неправильный вариант. Потому что на это и рассчитано. Экзаменаторы постоянно будут предлагать вам разные ловушки, в которых многие попадаются. Потому что вы видите вот прям точно такое же предложение. Вы его отмечаете, и все. Соответственно, вы сделали ошибку. Очень важно понять, что, конечно же, они будут тестировать, насколько хорошо вы знаете синонимы, насколько хорошо вы можете их использовать, и насколько много тестов вы прорешали. Потому что чем больше тестов вы делаете, тем лучше у вас получается угадывать вопросы, в которых изначально такая спрятанная, я бы сказала, небольшая вопрос с подвохом. Поэтому это такой важный момент. Сейчас будем смотреть, как это все делать на практике. Так, друзья, давайте сделаем вот что. Я сейчас вам сделаю демонстрацию экрана. И мы посмотрим прям с вами одну секцию. И вместе попробуем решить пару заданий. Главное, пишите мне в комментариях, какие варианты вы считаете, и постарайтесь объяснить еще, почему вы так считаете. Текст я специально выбрала достаточно сложный. Поэтому в данном случае, я думаю, вам должно быть не очень просто. Если вам просто, то отлично. Потому что, в принципе, по сути дела, похожая сложность будет на экзамене. Так, единственный момент. Сейчас мне нужно будет посмотреть, чтобы вы... Так, 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 так. Показать экран. Ага. Сейчас, секунду. Окей. Напишите мне сейчас, видно ли будет экран. И так. Окей. Супер. Пишите в комментариях, видно ли экран. Я надеюсь, что видно. И мы с вами, соответственно, сейчас посмотрим на вопросы, которые здесь у нас будут. Так, сейчас жду от вас тогда сообщений по поводу того, видно ли экран. А, вот так, ты не туда переключила. Окей. Вот. Супер. Ну что, давайте тогда посмотрим. Параллельно в данном случае у нас с вами здесь вот есть такой текст. И мы сейчас попробуем с вами посмотреть на самые основные моменты. Давайте первые несколько вопросов. Мы сейчас посмотрим, как вы сможете на них ответить. А дальше я начну объяснять, как правильно на них отвечать. Итак, первое слово, в данном случае the word decade. И это так называемый тип vocabulary question. Что под собой подразумевает vocabulary question? Это то, что даже если вы слово знаете, вы должны максимально быстро прочитать предложение, в котором оно содержится. И также постараться догадаться, что это будет в данном случае значить. Потому что у некоторых слов есть сразу два или несколько значений. Поэтому очень важно, чтобы вы постарались угадать именно то значение, которое в данном случае будет. Пишите мне, пожалуйста, два варианта. Как вы думаете, какой у нас будет здесь синоним? The word decade. И смотрите, первым делом вы идёте сразу к предложению. И смотрите. When analysts measure the amount of carbon in this decade object, they can calculate when it died. Так вот, в данном случае, как вы думаете, какой вариант у нас будет правильный? У нас есть dead, у нас есть decomposed, declined and damaged. Угу, так. Смотрите, в данном случае вы можете посмотреть на то, что у вас есть слово this. То есть this decayed object. Значит, говорится о каком-то объекте, которым уже упоминали в предыдущем предложении. Я иду в предыдущее предложение и смотрю. After the death of a plant or animal, the rate of carbon begins to decline. This is called the radioactive decay of carbon. Так вот. After the death of a plant or animal. То есть после смерти, соответственно, либо животного, либо растения. На что важно обратить внимание. То есть, что this object – это death of a plant или animal. Если он decayed, то как минимум вариант declined мне здесь не подходит. Да? То есть прилагательное, которое мы должны выбрать, оно должно описывать этот object. Но никак decline, если вы знаете, это сокращаться. То же самое, что to decrease. То есть этот вариант мне однозначно не подходит. И вот здесь первый совет, на который я хочу обратить ваше внимание, это то, что когда вы делаете эту часть... Давайте сейчас я пока уберу share screen. Когда вы делаете эту часть, очень важно, чтобы вы постарались максимально внимательно посмотреть на все варианты и сразу убрать те два варианта, которые вам 100% не подходят. Потому что если вы будете выбирать из четырех вариантов, у вас есть возможность сделать намного больше ошибок, чем если вы будете выбирать из двух. То есть вероятность того, что вы сделаете ошибку, она у вас в два раза уменьшается. Поэтому первым делом вы убираете тот вариант, который 100% не подходит. И в данном случае это как раз-таки один из вариантов будет вариант to decline. Да? Потому что, ну, он как бы никак не может объект сокращаться. В данном случае мы говорим про смерть чего-то. Поэтому decline мы убираем. Damaged. Если мы говорим про death of planar animal, тоже нам не подходит. У нас остаются два варианта. Decomposed или dead. Как вы думаете, какой из этих двух вариантов нам больше всего подойдет? Ага, так. У нас тут есть сразу несколько вариантов. И dead. Так. Окей. И тут, и тут, и тут, и тут. Так. Соответственно, правильный вариант будет decomposed. Те, кто этого не знает, посмотрите, пожалуйста. Decomposed – это то же самое, что decade. То есть это будут синонимы. И dead. И decomposed – почему не подходит dead? Потому что мы уже говорим про мертвых животных здесь или растений. Но момент в том, что carbon dioxide остается как бы в таком разлагающемся объекте. Вообще, если кто не знает, пишите decay – это распадаться. Decomposed – тоже разлагаться. По сути, делает синонимы. Пойдемте дальше. Which of the following can be inferred from paragraph 1 about carbon? И что мы с вами здесь делаем? Смотрите, здесь, в общем-то, на самом деле все очень просто. Вы изначально, опять-таки, если начнете сейчас читать целиком этот абзац, вы обнаружите большое количество новых слов, которые потом вы увидите еще и в этих вариантах. То есть, прочитав этот текст, вы поймете, что, по сути дела, основную идею вы не сильно поняли. После этого вы вернетесь, начнете читать варианты ответов. Поймете, что потом текст читать нужно заново. Поэтому, в данном случае, я вам советую начать с того, что просто посмотреть сами варианты ответов. Итак, давайте посмотрим. Когда, чтобы не запутаться, когда вы смотрите варианты ответов, вам важно вы отсюда вынуть ключевые слова. Давайте посмотрим первый вариант. Вопрос у меня – what can be inferred from paragraph 1 about carbon? Так вот. Если вопрос, то есть какой, мы можем сделать вывод про carbon. Пишите мне, кстати, во вариантах, как вы думаете, что такое carbon. И давайте читать первый вариант. Carbon is an essential component in the process of radiocarbon dating. Если он essential component, то это и будет моим ключевым словом. Carbon is an essential component. То есть, это основной просто участник, компонент radiocarbon dating. Кстати, многие советуют изначально начать читать по первому предложению из текста, а затем уже приступать к ответу на вопросы. На самом деле, вы, конечно, можете так делать. Все зависит от того, как вам удобнее. Но конкретно в моем случае, например, это не работает. То есть, изначально, когда я пытаюсь, например, прочитать первое предложение, мне это все равно много чего не дает, а времени на это тратится много. Поэтому я вам советую, читайте название, чтобы понять, да, что у нас дело будет про radiocarbon dating. После этого сразу переходите к ответу на вопрос. Так вот, разобрались, что carbon – это либо essential component в этом процессе. Второй вариант. Carbon is only accessible in decayed organic material. Ключевые слова. Carbon, понятно, да? Меня интересует, что он accessible в decayed material. То есть, в уже разложившихся материалах. Следующий момент. Once that it's impossible to measure carbon in a plant or animal as the level of carbon has declined. То есть, когда кто-то умер, соответственно, невозможно. It's impossible to measure. В данном случае меня интересует, что carbon нельзя измерить, потому что его level has declined. Ну, и, наконец, последнее, что carbon is exhaled by plants during photosynthesis. Так вот, теперь, когда я начинаю читать текст, я уже не просто так его читаю, а помню и держу в голове все эти ключевые варианты. Смотрите, что я могу здесь сказать. Что the method of radiocarbon dating was abandoned – это все первая часть вообще теории. По сути дела, меня интересует там, когда есть слово «carbon». То есть, я смотрю дальше. Здесь тоже ничего интересного нет. Потом я начинаю смотреть здесь текст. Radiocarbon is created in the atmosphere through the interaction of nitrogen and cosmic rays. То есть, окей, у меня есть nitrogen плюс cosmic rays. Все вместе получается radiocarbon. Потом он совмещается with oxygen. То есть, radiocarbon у меня плюс oxygen. Получается carbon dioxide. Так вот, здесь как раз carbon dioxide, который меня интересует. Потом вместе CO2, то есть, e-carbon and CO2. То есть, по сути дела, мы можем с вами представить такую цепочку. Окей, у нас идет nitrogen и cosmic rays. Из него получается carbon dioxide. Потом carbon dioxide вместе с oxygen заходит в растение. И оттуда его потребляют. Incorporate то же самое, что to take. То есть, растение. И люди потребляют его, когда они едят растение. Соответственно, давайте смотрим. Пока у меня здесь, отсюда, я не могу сделать никакого особенного вывода. Да, я смотрю дальше. After the death of a plant or animal, the rate of carbon begins to decline. This is called the radioactive decay of carbon. То есть, после смерти растения или животного, количество carbon begins to decline. Смотрите, я вспоминаю, что окей, у меня здесь была где-то информация про decline. И вроде как то же самое. Правильный ответ. The level of carbon has declined. Но, на самом деле, если вы посмотрите на первую часть, тут написано, it's impossible to measure. Соответственно, давайте посмотрим. Дальше я читаю предложение, и у меня написано, что when analysts measure the amount of carbon in this decayed object, they can calculate when it died. Так вот, значит, его можно измерить. Соответственно, вот этот вариант точно не подходит. Carbon is exhaled by plants during photosynthesis. Как только я вижу слово photosynthesis, можно обратить на это внимание уже раньше. Вот оно у меня здесь, единственное упоминание. И здесь ничего не сказано о том, что они его, наоборот, release, как бы выдыхают. Да, наоборот, он попадает внутрь растения. Это тоже неправильный вариант. Я могу начать с того, чтобы брать оба этих варианта. После этого у меня остаются только два варианта. Первый и второй. Если я посмотрю на второй вариант, carbon is only accessible in decayed organic material. Но если вы посмотрите, вся первую часть, мы рассказывали здесь о том, что он, в общем-то, его можно найти в атмосфере. Поэтому он, конечно, accessible in decayed organic material. Но никак не only. Если бы у вас не было бы слова только, то это мог бы быть правильный вариант. А так, правильный вариант один. Почему? Во-первых, у вас изначально есть длинная цепочка, которая объясняет, как, собственно говоря, он играет роль в Reder Carbon Dating. Ну и, наконец, вот дальше у вас написано they measure the amount of carbon in this decayed object. Соответственно, они измеряют количество carbon. То есть, конечно, он играет роль в Reder Carbon Dating. Давайте параллельно. Я сейчас посмотрю, если у вас есть какие-то вопросы по тому, что мы сейчас обсуждаем. Если нет, то мы пойдем с вами дальше. Так, так, сложно. Ага, Анжелина считает, что сложно. Ну, смотрите, на самом деле не очень сложно. Главное, что если вы начнете много тренироваться, да, то вам будет намного проще. Скажите так, видно, нормально видно или не очень? Так, да, 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 это были все варианты. Пишите мне заодно, если будет плохо видно, то я попробую вам еще раз сделать демонстрацию экрана. И я могу, кстати, его тоже увеличивать параллельно. Ну что, пойдемте дальше. In paragraph сложность — это хорошо. Ну, я специально взяла вариант посложнее, потому что если вы будете практиковаться с вариантами, которые сложнее, то вам потом будет проще. Сейчас, давайте я секундочку еще туда уберу пока демонстрацию экрана, и я вам еще, конечно, скажу. Очень важный момент. В выборе материалов для подготовки играет как раз-таки, какие материалы вы возьмете. Так вот, если вы решаете задание, и вам все кажется как-то супер просто, то это значит, что тот материал, который вы выбрали, он не совсем, скажем так, подходит для вашего балла. Поэтому те, кто хотят получить балл стоя выше, обязательно должны очень внимательно подходить к выбору материалов, которые вы будете потом использовать. То есть есть, например, разные книги в подготовке, и очень важно выбирать именно те, которые будут либо по сложности такие же, как на экзамене, либо они будут сложнее, чем на экзамене. То есть такие книги тоже есть, очень важно правильно их выбирать, поэтому обратите внимание, чтобы вы выбирали именно ту книгу, которая вот вам реально по сложности подходит. И еще очень важно, чтобы вы правильно оценивали свои баллы, потому что, например, те, кто обычно пользуется, там, например, Official Guide to the Truthful Task, они решают, вроде бы все получается отлично, какие-нибудь там баллы типа 26, 27, 28, а потом человек приходит и на экзамене набирает 17 баллов. И на самом деле, конечно, ну, это не потому, что вы плохо как-то сдали, и, конечно, тем не менее, играет роль, как у вас прошел момент экзамена, и там тоже есть свои трюки, о которых я буду более подробно говорить на интенсиве, как вообще, когда заходить, когда, как отвечать, громко, тихо говорить в спитинге и все остальное. Но, помимо этого, есть еще просто объективный момент, что, например, книга Official Guide to the Truthful Task, она реально проще, чем то, что дают на экзамене, потому что, в принципе, существует она уже давно, тесты там такой 100-летней давности, скажем так, и они, конечно, просто проще. То есть они очень подходят по типу, они очень похожи на то, что вам встретится, но не по сложности. То есть формат такой же. Тем не менее, кстати, типы вопросов сейчас тоже появляются новые. Например, вот у нас, вот к последнему интенсиву у нас был студент, который отписывался, он сказал, было очень много вопросов, таких вот, как inference, по поводу текста, например. Какая основная идея в этом тексте? То есть это был не просто последний вопрос, а, например, какая основная идея в этом абзаце? Или что говорится в этом абзаце? Это обычно самый сложный тип вопроса, вот этот вот, according to the paragraph. И было еще несколько новых тоже таких типов вопросов, о которых я как раз завтра буду рассказывать, как с ними работать, потому что, на самом деле, это действительно то, к чему нужно готовиться. Просто если у вас, в принципе, по сути дела, очень хорошая уверенность английского, вы можете и так нормально все рассказать и ответить на все вопросы, даже в частях reading and listening. Но при этом, тем не менее, все-таки, если вы хотите получить максимальный балл, значит, у вас просто нет возможности на то, чтобы сделать ошибку. И поэтому очень важно, чтобы вы как раз-таки правильно отвечали на все вопросы и просто знали заранее, какой тип вопроса у вас там будет. Поэтому, так, сейчас смотрю. Есть ли у вас какие-то параллельные вопросы, мы пойдем с вами дальше. Максимальный балл в TOEFL 120. 120, да. Можете посоветовать книги для подготовки максимальной баллой. Давайте, смотрите, одна из очень хороших книг для подготовки – это Behrends. Да, то есть по Behrends, в принципе, у них уровень сложный. Там такой важный момент, что пока вы готовитесь, вы должны понимать, что в Behrends, например, reading and listening нормальный, да, а при этом speaking and writing ужасно просто. То есть, если вы будете с ним потренироваться, то, ну, только если вам очень повезет, либо если у вас очень хороший уровень. Поэтому, кстати, многие книги для подготовки, да, их можно скачать бесплатно. Об этом я тоже буду рассказывать на интенсиве. У нас там будут такие презентации прям, где у вас есть ссылочки, и вы можете перейти и скачать. То есть есть некоторые сайты, где вы можете скачать книги, то есть, по крайней мере, вот, и Volume 1, и Volume 2, и, в общем, очень многие. Плюс вы можете использовать онлайн-платформы для подготовки, вот эту, которую я вам здесь показываю, да, Best My Test. Так, все ли понимают, что это за экзамен, TOEFL для учебы-работы? Конечно, да, TOEFL вам нужен для учебы-работы, для эмиграции иногда, для того, чтобы подтвердить свой диплом, и, конечно, в общем-то, просто эти дела, вот, это такое основное, я вам сказала, его значение. И, конечно же, просто для того, чтобы подтвердить свой английский. То есть иногда его тоже просят для каких-то школ, например, языковых. Так, какие книги можно скачать? Вот, Bairons, попробуйте. То есть я буду на интенсиве рассказывать про те, которые можно скачать бесплатно, но вы можете также приобрести их, например, на Амазоне. Главное, вот, важный момент, когда вы будете приобретать книги. Не приобретайте PDF-книги. То есть, например, книга Cambridge тоже неплохая, но обычно в PDF, по-моему, на Амазоне она стоит где-то, я сейчас точно вам не скажу, но где-то порядка, там, по-моему, 60-70, а в CD-дисках она стоит вообще, там, 100 с чем-то. Вот вам нужен как раз-таки CD-диск, да, потому что если вы будете практиковаться с PDF-ом, то есть распечатывать, или даже если вы с экрана смотрите и параллельно включаете себе треки, это немножко другая ситуация, чем то, если вы будете это делать реально в интерактивной программе, как на самом экзамене. То есть по опыту скажу, что у меня, наверное, студенты, которые тренируются с PDF-ом, имеют тенденцию получать ниже балл на экзамене, чем то, что они получают в этих PDF-ах. То есть если вы тренируетесь с PDF-ом, заранее готовьтесь, чтобы баллы 3-4 минимум вы потеряете. Поэтому лучше всегда, когда готовьтесь, готовьтесь именно по интерактивным таким CD-дискам. Они иногда продаются вместе с книгой, либо, опять-таки, я говорю, вы можете их скачать. То есть это тоже вариант. Так, сколько всего текстов на экзамене? Один, где-то написано, что на рейтинг дается 20 минут, а где-то час. Нет, смотрите, вот мы сегодня с вами, если успеем, то мы попробуем разобрать первый текст. Обычно текстов у вас 3, то есть к каждому тексту примерно по 10-14 вопросов. Поэтому у вас всё вместе, тексты занимают час. Но есть такой момент, что если, например, вы попробуете... Ну, это иногда бывает, что вам дают секцию экспериментально. Это значит, что помимо тех трёх текстов, которые у вас есть, вам дадут ещё один. И ваша секция будет длиться не 60 минут, а она будет длиться 80 минут. У вас будет 4 текста, и на каждый текст с вопросами, да, вам как бы даётся приблизительно 20 минут. Но это ваше дело. Вы можете первый текст закончить там за 15, например, минут, а на второй потратить больше времени. Но это реально, на самом деле, сложно, если вам попадётся экспериментальная секция, просто потому, что вы под конец уже устаете от этого постоянного напряжения. Сколько можно подготовиться с уровня инжемирия до 100 баллов выше? Смотрите, вам для начала нужно будет потянуть уровень до, как минимум, ну, такой advanced, да, с академическим знанием. То есть это уже у вас, получается, будет где-то месяца 3-4, и потом, в принципе, вы можете уже достаточно быстро подготовиться к экзамену. Вообще, мой совет, не нужно к экзамену готовиться в вечность, потому что если вы заранее настраиваетесь, что я буду очень долго готовиться, то через какое-то время вы теряете интерес и вообще перестаёте готовиться. Поэтому лучше подтяните свой уровень до нужного уровня для того, чтобы сдать этот экзамен. Потом возьмите себе, кто-то там берёт несколько дней, кто-то берёт неделю, кто-то две недели, ну, месяц, может быть, максимум. И потом идите сразу сдавать. Так, сколько времени примерно можно подготовиться к топилу? Да, опять-таки, я вам говорю, зависит от вашего уровня, но если у вас хороший уровень, можно вообще за пару дней. Главное, в принципе, у нас, смотрите, вот в интенсиве у нас получается 14 лекций. То есть, по сути дела, если вы делаете лекцию в день, вы можете закончить за две недели. Но, опять-таки, зависит от того, с каким начальным уровнем вы пришли. И я там буду также рассказывать про дополнительные материалы, которые вы можете использовать для подготовки и для того, чтобы, соответственно, улучшить ещё ваш уровень. Потому что, если вы хотите его, как бы, всё-таки сдать на хороший балл, то вам лучше просто сразу отдельно заниматься улучшением уровня, да, потом уже пойти и сдать экзамен. Так, где лучше всего набрать Academic Vocabulary? Есть огромное количество ресурсов. То есть, соответственно, вы можете посмотреть Кен Академию. Мне очень нравится ресурс. Вы можете посмотреть, например, всякие книги. Я советую очень много читать. Аудиокниги, статьи академические, например, да. Есть American Scientist. Хороший, я бы сказала, такой онлайн материал для улучшения. Главное читать прям максимально много. То есть, по сути дела, если вы много читаете, неважно чего, вы хорошо сдадите экзамен. Либо вы можете посмотреть 400 американских комедий, и это тоже работает. Так, сложнее сдать IELTS или TOEFL. О, у меня на эту тему есть видео на LinguaTripTV по сравнению двух экзаменов. И скоро, наверное, будет видео о том, где я буду сравнивать письменную часть. То есть, это, мне кажется, такая самая интересная тема, потому что письменная часть, я вам сразу так скажу, будет проще в TOEFL. Это вот реально, наверное, одна из частей, которая реально в 100 раз проще, на мой взгляд, на TOEFL. Я вам не буду сейчас рассказывать, почему. Соответственно, это я расскажу потом. Но действительно, а так, по сути дела, сами экзамены очень похожи. Всё зависит от того, что вам просто проще, например, говорить с компьютером или говорить с, соответственно, экзаменатором. Но вы можете посмотреть, у меня есть видео, и там я более подробно об этом говорю. Так, если я пропущу воскресенье лекции, можно ли будет приобрести их позже, когда интенсив закончится? Смотрите, у нас такая система, что вы приобретаете, например, лекции, а дальше вы можете начать их смотреть, не знаю, сегодня уже и просмотреть все сразу. Или вы можете, наоборот, положить это после Нового года. Или вы можете смотреть их в следующем году. То есть совершенно неважно, когда вы собираетесь их смотреть. То есть вы можете начинать прямо сейчас, в тот же момент, либо вы можете начать через какое время, когда вы хотите, после новогодних праздников. В этом весь плюс, что вы как раз не должны ждать, когда человек подтянется, а вы можете сразу начать смотреть. Плюс у нас стабильно раз в месяц будет идти, соответственно, вебинар, на котором вы можете задавать вообще все ваши вопросы. Ну, вот уже такой реальный интерактив. И параллельно, я говорю, я буду там выкладывать разные результаты, которыми со мной делятся мои студенты. То есть как прошел экзамен, в каком центре хорошо сдавать, в каком центре плохо, и, в общем-то, все такое. В консекции труднее всего. Streamer writing. О, streamer writing – это хорошая идея, но о streamer writing, я думаю, о writing мы будем детально говорить завтра на закрытой трансляции, потому что на интенсиве я такую даю теоретическую часть, а, наверное, я думаю, что как раз завтра на закрытой трансляции мы будем разбираться, как это реально все в жизнь воплотить. Поэтому тогда вы можете просто завтра к нам подключаться на закрытую трансляцию. Так, соответственно, давайте пойдем дальше. И сейчас я вам возвращаю демонстрацию экрана, и мы с вами будем смотреть. Так. Часть writing, уни, writing, reading. Да, возвращаемся обратно к теме. Совершенно верно. Так. Угу. Супер. Давайте пойдем дальше. Так. Окей. Пишите, мне хорошо ли видно? Если что, я постараюсь сделать покрупнее. Наш следующий вопрос в данном случае – это Paragraph 2. Why does the author mention accelerator mastectometry? Так вот, accelerator mastectometry – в данном случае – наше ключевое слово. Сейчас я это достаточно так медленно вам рассказываю, но когда вы практикуетесь, конечно, вы изначально можете начать именно так медленно анализировать все, а потом с каждым разом вы все ускоряетесь, и, конечно, потом ваш процесс решения каждого вопроса не должен занимать больше, чем минуту. Так вот, в данном случае давайте я вам чуть-чуть увеличу здесь экран. Наши ключевые слова. Смотрите, Paragraph 2, понятно, это второй абзац. Accelerator, mastectometry. Если о нем говорить, то, конечно же, это будет предложение, которое его упоминает. Нам с вами нужно найти одно предложение, поэтому я смотрю второй абзац. Вот он у меня здесь есть. Я его вообще не читаю, потому что не нужно тратить на это время. Я нахожу предложение, в котором, по сути дела, есть мое ключевое слово. Смотрите, accelerator, mastectometry is the current method of analysis. Итак, current method – это текущий метод анализа. А вот теперь внимание. Если вы бы сейчас начали читать текст, то вы могли бы попасть на огромное количество ловушек, которые вам расставили экзаменаторы. Потому что об этом accelerator, mastectometry, там будет еще чуть-чуть говориться, и это, возможно, натолкнет вас на неправильный вариант. Поэтому в данном случае вы читаете только то предложение, которое содержит правильный ответ. Больше вы ничего не читаете, если не хотите сделать много ошибок или просто потратить время зря. А теперь давайте посмотрим. У меня есть варианты. Похоже? Похоже. Давайте как вариант я его помечаю, но все равно все на всякий случай нужно проверить. Написано у меня об этом в предложении? Нет. Соответственно, это неправильный ответ. Опять-таки, что-то у меня есть о том, что это может быть посчитать быстрее? Нет. Но теперь посмотрите, вот это правильный ответ, и он действительно правильный. Я его сейчас выбираю буквально за одну минуту. Если вы бы начали читать весь текст целиком, посмотрите, здесь у нас есть информация про liquid gas. У нас также есть информация по поводу calculation. Какой он может быть? Более precise или менее? Здесь у нас есть слово very accurate. То есть, увидев ключевые слова, вы могли бы подумать, окей, accurate есть, значит, в данном случае вот этот вот как раз какой-нибудь вариант будет правильно. И вы бы сделали ошибку. Поэтому лучше никогда не читайте абзац целиком, а постарайтесь максимально много инвестировать именно в то предложение, которое вы нашли. Оно должно содержать ключевые слова. Вот в таком типе заданий вы обязательно делаете это все так. Вы находите ключевое слово, находите нужное предложение, и дальше выбираете. Главное, в данном случае постарайтесь не читать варианты изначально, иначе они вас запутают. А для себя сформулировать. Мы нашли current method of analysis, соответственно, это будет used by analyst today. Пойдемте дальше. Следующее задание. According to paragraph 3. Вот таких вот было много на прошлом экзамене, которые у меня сдавали в предыдущем консивере. Соответственно, according to paragraph 3, what is the purpose of final analysis? Ключевые слова. Я думаю, все догадались, что это final analysis. Почему? Какая цель? Допустим, вы не знаете, что такое final analysis. В данном случае это, в общем-то, никого не интересует, знаете вы это слово или нет. И сейчас я, кстати, вам тоже расскажу интересную историю, у меня была с одним студентом по поводу как раз-таки overthinking. Так вот, я знаю, что у меня есть paragraph 3, и мне нужно найти purpose. Обратите внимание, что помимо final analysis, я также смотрю на слово purpose. А теперь давайте посмотрим на этот абзац. По сути дела, он, конечно, крошечный. Можно было бы его целиком прочитать. Но нужно ли тратить на это драгоценные секунды? Конечно, нет. Так вот, в данном случае я вижу, что у меня есть два предложения с ключевым словом. Но в первом предложении нет ничего про purpose, поэтому я смотрю на второй и вижу, что тут есть слово aim. А purpose и aim – это синонимы. Значит, это мое предложение. Final analysis is the study of the remains of animals with the aim to help us understand human activities in the past. Итак, цель. Какая у него? With the aim to help us understand human activities in the past. Это ответ. Важно для себя его изначально сформулировать, и так вам будет проще потом угадать правильные ответы, которые есть изначально. Так вот, в данном случае я смотрю на варианты. Для начала я для себя формулирую. Они помогают нам понять human activities in the past, используя remains of animals. Давайте посмотрим на варианты. Как вы думаете? Пишите мне, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, какой здесь будет правильный ответ. Я вам пока зачитываю варианты. Пишите в комментариях, как вы думаете, какой из них будет правильный ответ, исходя из того, что мы с вами здесь сформулировали. Конечно, здесь не стоит труда, чтобы догадаться, что вот у нас здесь с вами connection between animal's life and the behavior of humans in the past. Однозначно. В данном случае мы смотрим с вами и понимаем, что да, это действительно будет этот ответ, потому что он помогает нам сделать соотношение между жизнью животных и поведением людей в прошлом. Двигаемся дальше. Следующий вопрос. Это vocabulary questions. Снова, на всякий случай, обязательно смотрим, какое значение играет это слово в предложении. Research into the proportion of carbon in the atmosphere has been going on for more than five decades. Итак, proportion of carbon in the atmosphere. На что это похоже? Proportion of carbon. Даже если вы не знаете это слово. Ну, количество, скорее всего. Carbon in the atmosphere. Что еще может быть про carbon? Никак не quality. Какое вам там качество? Да, никак не division, деление. Пишите мне, как вы думаете, какие из вариантов в данном случае у нас будет правильный ответ. Я изначально убираю вот эти два варианта как точно неподходящие. И правильный ответ, конечно, правильно. Это будет amount. Количество чего-то. То есть количество в данном случае, да, информации, количество carbon in the atmosphere. На всякий случай, если кто не знает, запишите, пожалуйста, что proportion это то же самое, что percentage и то же самое, что amount. То есть процентное соотношение. Здесь, кстати, можно догадаться, используя фонологию с русским языком, потому что слово очень похоже. Давайте пойдем дальше. Следующий вопрос. Новые vocabulary questions. Они, кстати, делятся на два типа. Либо суперпростые, либо суперсложные. Обычно, вот это не очень сложный. The word profoundly. Смотрим. Как оно повлияло, да, соответственно, на археологию, как это повлиял прогресс в radiocarbon dating. Если вы заметили, я не перевожу вам еще такое radiocarbon dating. Я думаю, многие из вас знают. Те, кто не знают, вам, ну, вы можете, конечно, для себя перевести. Соответственно. Но, по сути дела, вам это не нужно знать. И очень важный момент. Постарайтесь не начинать думать. Особенно, если вы эту сферу изучали где-то до этого. Постарайтесь не начинать вспоминать все те знания, которые вы получили. Потому что у меня как раз был студент. Давайте я вам сейчас быстренько об этом расскажу. Такой небольшой фидбэк. По теме у меня был студент, который несколько раз сдавал экзамен. Сдавал он потому, что он несколько раз сразу записался. Хотя я ему изначально говорила, что ему одного раза понадобится, но тем не менее. Так вот, что происходило? Он каждый раз, когда готовился, он получал только 26 баллов в каждой секции. То есть, пока к первому экзамену он готовился, у него получалось 26, 26, 26. Так вот, я один раз ему говорю, и в чем у вас проблема? То есть, что не так? Он говорит, да нет, все нормально. Отдельно каких-то вопросов нет. Какие-то слова, чтобы не получались. Нет, все нормально. То есть, мы начали с ним смотреть. Оказалось, что он как раз-таки занимался тем, что делал overthinking. Что это значит? Что он начинал копаться. Окей, а вот почему это вот так? И он как раз хорошо разбирался в этой сфере, поэтому, когда он читал текст про radiocarbon dating, он сразу начинал говорить, что нет, а вот на самом деле это не так, а это должно быть вот так. Вот здесь вы должны забыть все, что вообще вы знали о radiocarbon dating, если вы вообще что-то знали, и думать только о том, что у вас написано в тексте. Потому что вот та информация, которую вы как бы изучали до этого, она вам будет только мешать. Сам экзамен, он не рассчитан на то, чтобы вы имели какое-то дополнительное знание, какой-то фидбэк в этой сфере. Поэтому постарайтесь максимально обратить внимание на то, что у вас написано. То есть вы вообще забываете все, что вы раньше проходили, и обращайте внимание только на эти моменты. Все остальное в данном случае вы забываете. И, по сути дела, это вас не интересует. Поэтому в данном случае, если кто-то что-то знает про radiocarbon dating, постарайтесь вообще не задумываться на эту тему, да, и постарайтесь в данном случае просто сфокусироваться на вопросах, на заданиях, и также попробуйте. Знаете, еще такой хороший момент есть, что вы можете попробовать. Вы можете постараться, например, сфокусироваться на синонимах. Потому что если вы сфокусируетесь на синонимах, то вы увидите, насколько проще вам будет решать задание. То есть вы смотрите, окей, изначально думаете, какой может быть синоним. Если вы уже знаете, какой он может быть, то тогда, когда вы ищите его в тексте, вы увидите, насколько проще вам будет. Так, ну что, возвращаемся тогда обратно, соответственно, к части. И в данном случае пишите мне, как вы думаете, какой будет здесь правильный ответ. Мы убрали с вами... Так, сейчас, секунду. Смотрю, есть какие-то варианты у вас? Здесь profoundly affected. Как-то повлияло на что-то. На самом деле, я могу здесь убрать варианты. Вы считаете, 3 deeply. Конечно, не surprisingly. Surprisingly однозначно нам с вами не подходит. Почему? Потому что как-то удивительно повлиять у нас, конечно, не можем. У нас есть вариант strangely, тоже достаточно странно. Посмотрите, profoundly affected. Если кто знает, то profound – это синоним deep. Поэтому в данном случае вариант у нас правильный, конечно, будет deeply. Но можем сразу убрать surprisingly and strangely, потому что это однозначно неподходящие варианты. И мы можем дальше посмотреть на варианты, которые у нас здесь есть. И, конечно, отсюда deeply будет наиболее эффективным, потому что просто это синоним глагола своего прилагательного profound. Пойдемте дальше. Следующее задание одно из тоже достаточно самых сложных. Это задание except. Почему оно сложное? Потому что здесь главное не потеряться, что вы изначально ищете. Так вот, здесь вы будете искать предложения, которые не соответствуют информации в тексте, потому что вам нужно выбрать то предложение. Все all of the following are true, помимо чего-то. В данном случае, опять-таки, лучше сразу прочитать сами варианты, потому что иначе вы будете бегать и искать какой-то потом сперва ответ на эти вопросы, прочитав текст и уже потратив на это время. Смотрим. Reder carbon dating was used to calculate the age of the Cuban Caribbean ground slot and the Kyrnothoran armadillo. Это как? В данном случае, смотрите, куча сложных слов, которые у вас есть, и, возможно, вы не знаете какие-то названия здесь. Что нас интересует? Что? Reder carbon dating – это, понятно, центр нашей идеи – was used to calculate the age. Вот этих двух мест. То есть его использовали, чтобы посчитать возраст каких-то двух мест. Дальше. Fragments of tar pits were used into pieces, divided into pieces, crushed and treated with solvents before examination. Опять-таки, ключевые слова. Если кто знает fragments – это то же самое, что pieces. Да? Как в русском языке мы можем сказать «фрагменты». Так вот, фрагменты tar pits. Пишите мне, кстати, если кто-то знает, что такое tar pits. На самом деле tar pit – это будет… Давайте я пока не буду говорить, а то это вас немножко спутает. Давайте представим, что вы не знаете, что это такое. Перейду его в конце. Представим, что мы это не знаем. Окей. Нас интересует, что фрагменты чего-то were divided into pieces, их поделили на кусочки, crushed – дальше еще больше поделили, и created with solvents before examination. Если вы не знаете, что такое solvents, опять-таки, не страшно. С ним что-то еще произошло до внимательного осмотра. Итак, fragments of tar pits were divided into pieces before examination. Это наша ключевая идея. Следующий момент. Radiocarbon dating was used to pinpoint the date of the new extinct pygmy mammoth. Если кто не знает, pygmy mammoth – это маленькие, такие как бы, как слоны, они были, в общем-то, раньше жили, а потом они become extinct. Но это нас тоже здесь не интересует. Нас интересует ключевой момент, что radiocarbon dating was used, чтобы найти дату сейчас исчезнувших pygmy mammoth. И, наконец, последний tar-based pretreatment method was applied during the final analysis process. Что такое pretreatment? Если вы не знаете pre, значит что-то до этого, то есть какой-то процесс до самого тритмента. Этот метод was applied during the final analysis process. Итак, давайте посмотрим с вами. В данном случае у нас есть абзац, в котором мы теперь не читаем целиком абзац, а ищем ключевые идеи. Смотрите, я начинаю читать. Пока у меня здесь ничего, собственно говоря, интересного нет, но вот я вижу первый момент on the extinction of pygmy mammoth. Смотрите, there is an audible report on an extinction of pygmy mammoth dating them back to 3,700 years before present using radiocarbon dating. Так вот, в данном случае у меня есть информация про pygmy mammoth. Я возвращаюсь в вариант. Смотрите, его использовали для того, чтобы определить дату, когда они became extinct. И вот, пожалуйста, у вас здесь написано синоним dating. To pinpoint the date, это синоним dating. И у нас есть дата, когда установили. Соответственно, и using radiocarbon dating, это тоже важный момент. Этот вариант, главное здесь не запутайтесь, не отметьте его как правильный, потому что нас интересует тот вариант, который не соответствует тексту. Поэтому это первый кандидат на вылет из данного списка. Поэтому смотрим дальше. Other scientists have used this method to calculate the age of the extinct species. Окей. То есть они использовали его, чтобы посчитать возраст. Мы как бы вроде с вами помним, что первая часть здесь was used to calculate the age. Но разве это La Brea, Taro, Pits in California? Нет, не похоже пока. Поэтому мы держим это задание в голове и продолжаем смотреть дальше. In their final analysis. Так вот, у меня есть final analysis. Смотрите, я начинаю читать и вижу they employed a pre-treatment method that included the use of TARS. Итак, они использовали pre-treatment method. Так и есть. Included the use of TARS, значит, он TAR-based, раз он основан, да? Соответственно, он был включен. В данном случае, the use of TARS. Поэтому это тоже правильный вариант. Опять-таки, мы его отсюда с вами подчеркиваем, потому что нас интересует вариант, который не подходит. У нас остаются два варианта. Либо A, либо B. A как бы уже под вопросом, да? А B, в общем-то, по сути дела, мы про него еще ничего не знаем. Мы продолжаем читать с вами дальше. И у меня здесь есть divided into pieces. Смотрите, следующее предложение. They collected bones, divided them into small pieces and chips and crushed them. И дальше следующее предложение. The bone fragments. Слово fragments. Второе уже ключевое слово. Were treated with a variety of solvents, including benzene, to examine a species of Cuban Caribbean. Итак, меня интересует пока первая часть. Посмотрите, у меня написано bone fragments. And they collected bones. А здесь у меня написано fragments of tar pits. Значит, кстати, если кто не знает, все-таки tar pits – это смоляные ямы. Но я думаю, что эта новость вам не сильно облегчила жизнь. Поэтому даже если вы этого слова не знаете, вы не обязаны это знать. Вы должны ориентироваться в тексте и уметь догадываться о значении тех слов, которые вы не знаете. Поэтому я изначально вижу, что этот вариант неправильный. У меня есть tar pits, здесь у меня есть bones. А все остальное, если вы посмотрите, куча у вас слов, которые действительно похожи на то, что есть в тексте. Но вот здесь одно слово у вас меняется. На всякий случай, если вы хотите убедиться, что это все-таки будет правильный вариант, вы можете дочитать до конца. А теперь посмотрите. Carbon was then examined, and radiocarbon dates were obtained from the organic materials separated from the tar, and scientists were able to date the cloth remains. А вот эти cloth remains, sorry, у вас они как раз-таки есть ground sloth здесь. То есть они смогли все-таки установить их возраст. Поэтому первый вариант тоже будет правильный. И, соответственно, отсюда мы делаем было, что единственное предложение, не соответствующее тексту, это будет вот это. Давайте двигаться дальше. Следующий еще один vocabulary question. И это такой vocabulary question, который, я бы сказала, не очень простой. То есть он будет прост для людей с более продвинутым уровнем, но с людей для более низким уровня он может быть достаточно сложным. Все почему? Потому что здесь важно обратить внимание именно на контекст. Смотрите. Carbon was then examined, and radiocarbon dates were obtained from the organic materials separated from the tar. Вы смотрите. Radiocarbon dates were obtained from the organic material. Да? То есть окей. Radiocarbon dates были obtained. Мы можем заменить это на слово get. Допустим, вы заменяете там слово get, и дальше вы смотрите, какие у вас есть варианты. И вот у вас есть вариант gain. Почему вам не отметить его? Ведь gain это синоним get. Gain, get, obtain. Или, например, achieve. Тоже, по сути дела, можно сказать get a result, можно сказать achieved a result. Establish как бы не подходит, мы можем его изначально вычеркнуть, но, в принципе, вариант с acquire тоже может подойти. Так вот, напишите мне, как вы считаете, вот здесь будет правильный ответ. Вот в данном случае. Established, acquired, achieved или gained. Ага, так. У нас есть варианты achieved, gained, gained. Ага, еще какие-то варианты есть? Вот, смотрите. Если вы выбираете gained, то вы попадаетесь в типичную ловушку. Почему? Потому что gain, несмотря на то, что он синоним get, и как бы вроде бы синоним вот этого слова, да? Оно здесь имеет другое значение. Почему? Потому что здесь у нас реально мы берем radiocarbon dates, и как бы extract его достаем из organic material. То есть это реально физический процесс. Так вот, лучше было бы заменить его не словом get, а словом extract. Почему? Потому что gain у вас может gain results, gain success, да? Gain еще что-то. Но это чаще всего intangible things. То есть те вещи, которые мы не можем посчитать, потрогать. Это какое-то такое понятие, более переносное значение. То же самое с achieved. Achieve success, achieve good results, да? Ну, никак не achieve, как бы это достигнуть. Gain, приобрести, приобрести что-то. Но правильный ответ здесь будет acquire. Именно вот как бы достать из radiocarbon, то есть мы можем достать radiocarbon dates из organic material. Поэтому здесь важно, если вы просто смотрите на слово, выбираете первый попавшийся синоним, в этом контексте слово obtain не будет являться синонимом для слова gain. Вот это пример того, насколько важно читать текст, потому что в противном случае вы можете сделать достаточно глупую ошибку. Поэтому слово acquire будет здесь правильным вариантом. Давайте сейчас мы немножко с вами пропустим, потому что я хочу, чтобы мы посмотрели еще. Вот, давайте сделаем еще один vocabulary question на correlation. Какие здесь есть варианты? Correlation, опять-таки, made through correlation with sequences in Scandinavia. Если кто знает слово correlation, здесь, в принципе, из контекста, да, тоже будет очень простой вариант. Так. Correlation на самом деле будет заменяться как relationship. Почему? Потому что coincidence не подходит, replication не подходит, collaboration, опять-таки, нет. Correlation как бы вот такая взаимосвязь, да, то есть relation плюс call. Получается relationship. Давайте посмотрим еще вот на такой тип заданий, который тоже вам часто будет встречаться. Это задание, в котором у вас есть предложение, и вам нужно найти синоним для этого предложения. То есть предложение, которое будет, собственно говоря, иметь похожее значение. Важный момент здесь. Обязательно не смотрите на варианты изначально, иначе вы точно запутаетесь. Прочитайте внимательно само предложение, выделите из него ключевые моменты, которые обязательно должны быть в вашем ответе, а также после этого попробуйте подумать заранее, какой может быть синоним. Смотрите. This information is important, and it may indicate the extinction of the slot was caused by human arrival in Cuba. Так вот. The information is important, первый момент. Эта информация важна. Синонимы для important. Это может быть essential, pivotal, vital, significant. На всякий случай, кстати, вы всегда должны быстро придумывать синонимы. Это не столько для reading, сколько для writing вам поможет. It may indicate. Возможно, это указывает. Да, обратите внимание на may. Это не случайно, я хочу, чтобы вы на него посмотрели. The extinction, то есть они могут die out или become extinct, it was caused by human arrival. Так вот, наши важные моменты здесь. Important may extinction is caused by human arrival. А теперь давайте разбираться. Я смотрю на представленные мне варианты. It is possible that the advent of human life on the island Cuba impacted the disappearance of the ancient slot, which is why this information is important. Чтобы теперь не читать все четыре предложения, я посмотрю, что они идентичны друг другу, единственное, в чем они отличаются, это начало. В первом случае у меня написано it is possible that. Во втором случае it is impossible that. В третьем it is noted that. И четвертое it is probable that. Какие варианты мы можем точно убрать? Конечно, it is impossible, потому что здесь у меня написано, что it may indicate. И, конечно, то, что it is noted. Если это may indicate, мы в этом не уверены. То есть мы не можем с точностью утверждать, что это сто процентов так. И у меня остаются два варианта. It is possible и it is probable. Так вот, напишите мне, какой в вашем понимании будет правильный вариант здесь. It's possible или it's probable. Кстати, если вы посмотрите, у вас здесь очень похожие, в общем-то, задания. И на тех случаях еще здесь есть у вас advent of human life, соответственно, то же самое, что human arrival. Disappearance, да, это extinction. То есть синонимы здесь есть. Иногда обычно бывает задание на синонимы. Здесь именно вот на разницу между it's possible и it's probable. Пишите вариант, какой вы считаете. Так, он считает probable, probable. Так, вот, у нас есть несколько вариантов с possible. Друзья, на самом деле possible будет правильный ответ. Почему? Вот насколько было вариантов четыре. Нет, на самом деле это не так. Так, почему четвертый не может быть правильным ответом? У нас написано it may indicate. Возможно. Это указывает на possibility, на возможность чего-то. Да? It's possible that the extinction. Слово probable значит то же самое, что likely. Вероятно. То есть если possible, это вероятность 50 на 50, то probable, но это как-то уже 70-80%. Поэтому в данном случае, конечно, это будет не probable. Потому что тогда мы у нас сказали, например, it's likely, да, например, that extinction. То есть, скорее всего, более вероятно, да, то есть такой вариант похожий на то, что... Конечно, правильный ответ у нас здесь будет possible. Давайте посмотрим еще одно задание, прежде чем мы будем с вами заканчивать. Вот. Как раз-таки тип вопроса, где мне обычно говорят студенты. Ну и зачем, Анастасия, вы сказали, что не нужно читать текст. Смотрите, что у нас здесь есть. Which of the following is true according to the passage? Да? То есть, окей. Человек обычно задается достаточно справедливым вопросом. Если мне нужно выбрать теперь, что соответствует информации из текста, да, то, почему, собственно говоря, я не мог изначально прочитать текст, если сейчас все равно придется его читать. Если вы зададитесь таким вопросом, вы, в общем-то говоря, будете совершенно правы. Но в чем смысл этого задания? В том, что вам все равно не нужно читать текст целиком. Почему? Потому что те варианты, которые вам здесь предложат, практически в большинстве случаев вы уже рассмотрели на предыдущих вопросах. И, кстати, такая же логика будет работать с последним вопросом. Мы его, наверное, сегодня, к сожалению, не успеем разобрать, но он у меня есть в интенсиве. То есть, если вам интересно, как решать последний тип заданий, summary questions, вы можете его там посмотреть. Так вот, здесь, смотрите, я начинаю разбираться. Изначально. Давайте начнем с конца. Radiocarbon dating is one method that has not influenced scientists' ability to pinpoint the start of the Holocene period. Вот это как раз тот вопрос, который мы с вами пропустили, когда прошли мимо. И вы на него должны были уже ответить в предыдущем варианте. Вот здесь у нас был в этом тексте информация о нем. И там как раз-таки обсуждалось тот момент, что действительно radiocarbon dating – это был действительно один из методов, который как бы влиял, да, в данном случае, на ability to pinpoint the start of the Holocene period. Давайте посмотрим следующий вариант. То же самое. Здесь мы с вами смотрели. Two Creek Fossil Forest. Мы с ним тоже разбирались. И в данном случае это тот момент, где как раз-таки об этом и говорится. То есть, мы говорили про TARS, да, и это у нас тоже есть, и мы это тоже разбирали. Теперь давайте посмотрим вначале. Если вы помните, в данном случае у нас, в общем-то, да, говорится о том, что он reliable. В самом начале мы насмотрели на то, что у нас говорилось о том, почему он reliable, да. То есть, говорится, окей, что он предоставляет более детальную информацию, но никто не говорит, что is reliable than animals. То есть, plants is less reliable than animal analysis. Потому что у нас с вами говорится, что измеряется как death. Plant, так и animals. И тот, и тот вариант у вас имеет примерно одинаковую разницу. Поэтому в данном случае это вариант первый, который мы можем вычеркнуть. Нас спрашивают which of the following is true? То есть, что правильно относительно текста? Это точно неправильно. Потому что в данном случае и plant analysis, и animal analysis – это всё radio carbon dating. Мы используем его и там, и там, и он приносит один результат. Почему? Потому что radio carbon dating – это как раз таки информация, которую как бы мы берём по количеству, когда мы смотрели здесь с вами, да, количеству carbon, указанному изначально в этом объекте. Неважно, какой это объект. Это точно неправильно. Radio carbon dating has led to more precise calculation of the origin of both plant and animal species. Итак, пока, ну, похоже достаточно. Да, он приводит к более чёткому подсчёту. А в более чётком подсчёте мы говорили и здесь, и вот в этом следующем абзаце. Поэтому, по сути дела, да, у нас может быть как вариант, мы его отмечаем. Final analysis – ещё раз, если вспомните, мы вот буквально пару с вами вопросов назад смотрели, и мы пришли к тому, что final analysis использовался из bones, а не из tars. Поэтому этот вариант тоже неправильный. Ну, и, наконец, radio carbon dating, как я говорила, это тот вопрос, который мы пропустили, но если бы его делали подряд, да, то вы бы тоже на него ответили, потому что там как раз-таки говорится, что он повлиял на то, чтобы они нашли начало Holocent period. Давайте, чтобы вы точно проверили, это я вам просто покажу здесь. Вот он был в самом начале, про two cricks fossil forest, и здесь нужно было выбрать вот этот правильный ответ. Поэтому, в общем-то, прорешав все задания к этому моменту, вы уже должны были знать, что вот этот вариант точно неправильный, потому что мы только что читали как раз отдельный абзац на эту тему. Этот вариант тоже неправильный, потому что вы до этого тоже должны были разбираться с Holocent period, то есть вам уже не нужно даже перечитывать. Если вы хотите, вы можете вернуться еще раз посмотреть, но это специально даются те темы, на которые уже был акцент, которые вы все равно должны были прочитать, чтобы на них ответить. Отсюда мы можем просто посмотреть на первый абзац и примерно сделать предположение, что нам нигде не говорилось про то, что один способ более reliable. И, соответственно, отсюда наиболее подходящий вариант подходит номер два. То есть, по сути дела, у нас здесь была информация о том, как было до этого. Если вы посмотрите здесь, сейчас я вам скажу, где это было. Опять-таки, в одном из текстов. Вот здесь у нас было где-то, что до этого они считали, и это было менее четко, они менее подходили как бы так серьезно к подсчету. В данном случае это позволяет нам посчитать более четко. Они могут calculate when it died. Поэтому это единственный будет здесь правильный ответ. Смотрите, тогда здесь мы с вами на сегодня будем заканчивать. Давайте я посмотрю сейчас, есть ли у вас какие-то дополнительные вопросы по тому, что мы обсуждали. Так. Сейчас. Секунду. Окей. Давайте сейчас я посмотрю, есть ли у вас по этой теме вопросы, и тогда, соответственно, мы будем с вами дальше еще обсудим такие немножко теоретические вопросы и пойдем дальше. Так. Пока вебинар не закончился, что за памятки входят в интенсив? Чат мне неинтересен. Toyfall уже 12-го сдаю, но какие примерно чипс будут предложены в этом пакете? Смотрите, в данном случае что у вас будет? То есть у нас есть introduction, где я говорю про необходимые книги, про необходимые ресурсы. Чат. Ну, в принципе, ваше дело. Я обычно всем рекомендую чат. Почему? Потому что ребята обычно говорят, что зачем мне этот чат? Если бы мне самой предложили чат в Телеграме, я бы тоже, наверное, не сразу бы согласилась, потому что обычно сложно понять. В чем смысл чата? В том, что у нас там обычно идет информация, мы делимся какой-то информацией по предыдущим-то экзаменам, кто как сдал, у кого какой результат. Ну, возможно, если вы 12-го сдаёте, вам действительно не нужно. Ну, а тем, кто сдаёт чуть дольше, я бы рекомендовала, потому что вы там можете также задавать любые вопросы, которые вы хотите, и я на них буду тоже отвечать. Но смотрите, что у нас будет в пакете? То есть у нас будет разбор необходимых материалов. Это наша первая лекция. А давайте, кстати, я вам сейчас быстренько, наверное, сделаю демонстрацию экрана, и мы с вами просто... Я вам покажу, как это будет. То есть у нас там в listening есть. В listening у нас такая информация там будет о том, как правильно делать записи, как служить. И с listening мы точно так же. У нас делится каждая секция там на три такие части. То есть, например, в reading, да, опять-таки я вам рассказываю общую информацию. Дальше я вам рассказываю в следующей лекции такие шаблон, темплейты, типы вопросов, как каждому типу вопросов вам правильно отвечать. То есть это более структурированная будет информация. И после этого мы делаем practice, то есть, по сути, делаем что-то похожее на то, что мы делали сейчас, да, то есть мы берем прям реально практический вариант и мы его разбираем. Поэтому, если, в общем-то, вам интересно, мы точно то же самое будем делать с reading. Ну, у нас будет, конечно, другое задание там, да. И у нас будет очень похожее задание в listening. То есть мы возьмем одну академическую лекцию, обычно они самые сложные, и мы будем ее более подробно разбирать. Что касается writing, то у нас там есть шаблоны, которые вы можете использовать для writing one, writing two. И также у нас есть speaking шаблоны, и у нас есть информация по поводу того, что вы должны делать в каждой секции, как вы должны говорить. То есть, в общем, так. И, конечно, в сочинении то же самое. Там есть прямо иногда в самих презентациях отдельные куски примеров того, какое может быть ваше сочинение. Давайте я вам покажу быстро, как сама программа выглядит. Сейчас, где вы у меня здесь? Так, так, так. Момент. Вот. Сейчас должно видно быть. Смотрите, то есть у нас такой здесь есть introduction, соответственно, у нас есть видеоурок, к нему у нас есть там ссылка, о которой я буду говорить. Здесь всякие книги и так далее, о чем вам нужно будет перевести. Здесь памятки к лекциям у вас есть. И, в общем-то, каждая памятка, она у вас отдельно. Каждой лекции вы можете открывать. И такие вот introductions to joyful, такая общая информация, всякие книги и так далее, которые вы должны иметь. То же самое дополнительные памятки к speaking. То есть, какие у вас там шаблоны, как вы правильно отвечаете, и все остальное. Какие типы вопросов. То же самое reading у вас есть, соответственно, overview и tips, да, у вас есть listening overview и tips, то есть listening strategies, то же самое у вас такие разные, здесь есть варианты, и integrated speaking мы будем разбирать отдельно. Integrated speaking отдельно, integrated writing, и сейчас я его замью. То есть, соответственно, у нас как бы мы будем здесь это разбирать. По сути дела, я вам буду об этом рассказывать. Поэтому, если вам интересно, вы можете посмотреть. И потом у нас есть, соответственно, если вы берете консультацию, вы также можете взять консультацию, и мы с вами можем потренировать все эти навыки, которые вы выучили. То есть я проверю ваше сочинение, и поставлю вам балл, и посчитаю ваш балл за speaking. Так, это все платное? Да, это интенсив. Если вы хотите интенсив, уже непосредственно готовиться, то да. И плюс к этому вы получаете, соответственно, трансляции, которая первая будет уже завтра, и на которой все, что вам приходит в голову, мы будем на это отвечать. Цены разные. Вы можете посмотреть на сайте LinguaTrip. У нас там в разделе интенсивов есть разные цены. Сейчас у нас, кстати, скидка, по-моему, до нового года, если я правильно помню. Да. Так, сколько времени уйдет, чтобы повысить балл sexy rating с 20 до 25-27, наверное, где-то пару... Ну, смотря, как вы будете работать, конечно, если реально интенсивно, то, в принципе, можно там за месяц сделать. То есть, ну, это так прям реально очень интенсивно нужно будет работать, но при этом, тем не менее. Можно и быстрее, но обычно это зависит от вашей скорости восприятия. Бывают такие люди, у которых как бы, ну, не очень хорошо идет язык, тогда вам нужно будет больше. Если вы очень много работаете, и вы как бы, ну, реально только этому посвящаете время, можно и меньше времени. То есть, может быть, и быстрее. Так, еще какие есть вопросы. Стрим, сколько после завершения будет на канале? Стрим у нас будет на этом канале еще какое-то время, потом он переместится на канал LinguaTrip, поэтому вы можете посмотреть. Бесплатно, да. Нет, это нет, это не бесплатно. Соответственно, какие-то есть у вас вопросы по части reading? Не пишите, если какие-то есть, я могу на них ответить пока. И еще главное, друзья, когда вы делаете reading, посмотрите, вот, обратите внимание на то, что вы должны это делать регулярно. Потому что если вы делаете один reading, например, и все в неделю, и потом считаете, что ваши результаты будут просто skyrocketing, конечно, нет. То есть, как минимум, три теста, три reading listening в неделю обязательно. То же самое с сочинениями, то же самое со speaking. То есть, причем нужно тренироваться, 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 а потом сразу же идти на экзамен. Потому что если вы потренировались, потом уехали на каникулы, а потом пошли на экзамен, то будьте уверены, что половина всех ваших скиллов просто уйдет. Потому что, по сути дела, возможность говорить за 45 секунд — это именно скил. Это даже не столько ваше знание английского языка, сколько только вы хорошо натренировали этот навык. Если я планирую сдачу летом, на какой срок сохраняются материалы? Они у вас бесконечно. То есть вы можете их посмотреть сейчас, вы можете их посмотреть потом, когда вам удобно. И у вас, по-моему, доступ есть, я говорю, к трем трансляциям, на которых вы можете задать все вопросы. А материалы с вами остаются сколько угодно. Так. Поэтому вот. Хорошо. Тогда, если нет вопросов, будем заканчивать. Я вам желаю удачи. Обязательно, когда будете практиковаться, берите сразу... Можете, если у вас средний уровень, вот там 20, начните с более простых материалов, да, то есть типа official guide to joyful, и потом потихоньку берите все более и более сложные. И параллельно улучшайте ваши навыки на садах типа Ken Academy. Читайте прям максимально много. Где-то порядка у вас должно получаться страниц, ну, 90 в неделю. Вот так вот. То есть если вы читаете, например, меньше, то на самом деле, ну, как бы результат, конечно, будет, но не настолько быстрый, как то, что вы ожидаете. Поэтому попробуйте обязательно максимально много читать, максимально много слушать, о чем я говорю, тоже аудиокниги, соответственно, подкасты. У меня есть ребята, кто рекомендует MIT подкасты. У них очень классные на YouTube. Есть, и вы там реально очень похожие лекции. И плюс есть куча разных онлайн-ресурсов. Тоже, опять-таки, всякие YouTube-каналы там на All Your Groove, например, там много чего интересного есть, и вы можете speaking там тоже потренировать. Ну что, тогда мы с вами будем на сегодня заканчивать, и увидимся с теми из вас, кто на интенсиве уже завтра на закрытой трансляции, с теми, кто не на интенсиве. Увидимся очень скоро, потому что я буду снимать видео на LinguaTrip о том, в чем разница между сочинениями для IELTS и для TOEFL. Так что, если вы сомневаетесь между двумя экзаменами, или у вас сочинение именно ваша проблемная часть, то тогда вы сможете его посмотреть и разобраться, какое сочинение вам больше подходит, какой тип вам больше нравится. Так, всем тогда удачи, друзья, хорошего вечера, и так, есть сейчас еще вопрос. В планах подготовиться до того, как высокого уровня лучше начинать готовиться? Ну, у тебя два не обязательно, можете из B2, на самом деле зависит от того, насколько вы хотите написать. Можно из B2. Thank you, thank you, guys. Окей, всем удачи, друзья. Пока-пока, до скорых встреч. Продолжение следует...